Ребята, всем доброе утро! Сегодня 8 августа. Начнем нашу ежедневную встречу. Рад видеть лица, вернувшихся из отпуска, зрителей полный стадион. И так как сейчас начало августа, мы традиционно начнем с подведения итогов июля. Итак, главное быстро полеснуть. Выручка в сети в июля состава почти 246 миллионов и по сравнению с июлем 2015 года мы выросли на 191 процент, вот так же мы выросли по сравнению с июнем. И поскольку здесь в зале присутствуют наши гости из Dota США, мы специально сделали цифру. This is the turnover of our whole chain during July. И хотел бы отдельно заострить внимание на цифре месяца. Это выручка нашей сети в Румынии. Первый раз за все время наши две пиццеры в Румынии показали выручку свыше 100 тысяч долларов. Я вчера по этому поводу даже связывал с Серджио Балаканом, взял у него коротенькое интервью. Собственно, он никаких чудес не назвал, сказал, нужно пахать. Он очень сильно погружен в операционный бизнес, он проводит эксперименты с ценами, постоянно отслеживает и пашет. В общем, никаких супер серьезных инсайтов он мне посоветовать не мог, но показал хороший урочек, поэтому будем следить за этим кейсом и смотреть, что он делает хорошо, как он добивается таких показателей для того, чтобы в будущем излечь из этого опыт. Также хочу немножко сказать о пиццериях, которые были открыты. Всего в июле было 7 пиццерий, много различных городов. И знаете, я когда готов эту презентацию, я подумал, что мы очень часто просто перечисляем города и поскольку мы открываем сейчас уже там по 7-10 пиццерий в месяц, мы не так много задумываемся о том, что стоит за этими городами. И тут мой взгляд зацепил Якутск. Я стал немного, как всегда, я ушел в Википедию, стал много читать про Якутск, что же такое и прочитал много интересного. Во-первых, все ли вы знаете, где находится Якутск? Это действительно далеко, это 6 тысяч километров от Москвы, это другая часть страны. И я подумал, что мы все здесь считаем, что у нас здесь глушь, тайга, медведи. Но вы просто еще ничего не знаете про Якутск. Вот это республика Саха. Плотность населения у ней 0,3 человека на квадратный метр, то есть в 6 раз реже, чем у нас. Всем. На квадратный километр. Всем раз реже, чем у нас. У нас тут просто тесный мегаполис по сравнению с республикой Сахой. Но это еще не самое интересное. На самом деле меня поразила их годовая амплитуда температуры. Там лето жарше, чем у нас, а зима сильно холоднее. Где-то с ноября по март редко температура поднимается выше минус 30 градусов. Вот. И вот в таких условиях открылась пиццерия. Вот немножко фоток. Это не наш пиццерий, это просто фотки я гуглил. Вот. Вот так выглядит Якутск. Это центральная улица в хорошей погоде. Вот. А теперь самый главный вопрос, почему еще Якутск привлекло мое внимание. Кто угадает, ну, кто знает, пожалуйста, не спойлерите. Какая у них выручка за первый месяц? Есть какие-то версии в зале? Еще какие-то? Ответ правильно лежит, на самом деле, где-то посередине. Вот. Мне кажется, это очень круто для Якутска, для первого месяца. Я связался с Антоном Макаром в нашем франчайзе. Вот. И узнал у него много интересной информации. На самом деле они открылись только 7 июля, да, то есть они первую неделю пропустили. Они открылись только на доставку. И тут же встали стоп. Вот. Потому что были абсолютно не готовы к такому буму, к такому наплыву. Они открылись, у них было 8 человек. И в течение месяца у них сменилась половина команды, потому что они не были готовы к такому интенсивному режиму работы. Он тут же испытал кадровый голод. Вот. И сейчас они остановили всю рекламу, и они планируют запустить ресторан. Они, во-первых, работали часть месяца с 10 до 3, потом они немножко расширили. Это все, еще раз скажу, это только доставка без ресторана. Вот. И ресторан они планируют запустить только в 20-х числах августа. Вот. И по планам они должны сделать в августе где-то миллион 700-миллион 800 тысяч рублей. Это вот для меня это был такой главный инсайт для подготовки презентации. Я сопоставил Якутск эти цифры. Я понял, насколько действительно крут наш бизнес, что мы можем показывать такие цифры в такой неимоверной глуши. Вот. Поэтому давайте, да, ну это все без зала. Давайте поздравим нашего партнера Антона Бахарова. Мне кажется, это крутейший кейс, о котором можно рассказывать. Это очень интересный факт. Вот. Немножко о наших ежедневных метриках. Like for like за неделю у нас вырос. Мы растем. Мы сейчас все больше и больше внедряем кусочки, коктейли. Сейчас идет работа по внедрению и в ближайшее время мы надеемся усилить, скажем так, темпы роста этого показателя. Вот мы видим, ну доставка у нас и так укладывается в планируемый рост. Ну вот наша главная задача прокачать ресторан и вот как раз рост кусочков, коктейлей, он поможет нам достичь планов показателей. Вот. Ну и так же мы погоду тоже растем. Вот. Но не так быстро, как хотелось бы. Будем работать. Есть куда двигаться. Вот. И еще хочу рассказать об одном очень важном событии недели, которое у нас было на прошлой неделе. Вот к нам приехали команды Dota USA. Здесь вы видите Алена, Джон, Остин, Эрин. Вот они были здесь. Они слушали лекции про историю компании, пропитывались духом компании. Они работали в настоящей пиццерии. Естественно отдыхали. Куда же без этого. Вот. И в общем я надеюсь, что они заразились энергией, позитивом и будут, и пропитались именно духом Dota. Вот. И будут дальше транслировать наши ценности при пространении всей сети. Я думаю, это очень важно. Вот. И я думаю, мы будем повторять такие вылазки из разных удаленных офисов к нам в офис главной. Вот. Мы сняли видео о том, как они были здесь. Там много интервью, много всяких танцев, как подсказывает Алена. У нас были тут веселые вечеринки. Вот. И видео будут смонтированы, выложены на наш канал. Подписывайтесь. Вот. И сейчас я хочу предоставить слово Алене Тиховой. Это CEO Dota USA. Вот. Алена, девушка скромная, сама с тебя не пропи... Ну, хотя не очень. Ладно. Вот. Но в любом случае я ее пропиаю. В ближайшее время у нее будет выступление. Вот. Пожалуйста, записывайтесь в соответствующую группу ВКонтакте. Ну, и на группу тоже подписывайтесь. Вот. И вот Алена будет выступать. Для того, чтобы вы знали, что туда стоит сходить, вы сейчас услышите ее коротенький доклад об Америке. Алена, тебе слово. Всем привет. Илья вчера, когда скинул мне небольшой план презентации, написал пропиарить гастроли Алены. Я очень смеялась и представляла, как я буду с ансамблем выступать во всех этих четырех городах. Но, тем не менее, я хотела сказать большое спасибо Сыктывкару за безумно вообще теплый прием. Ребята наши в восторге. Пропитались не только духом России, но и духом ДОДы в первую очередь. Поэтому всем большое спасибо. И 9 августа... Сегодня мы уже уезжаем в Москву. Ребята завтра отправляются в США. 9 августа я буду в Химках обязательно в своей высшей пиццерии. Поэтому те, кто не успел прийти, если по каким-то причинам в Москву, то жду всех в Химках. Дальше уже в Самаре и в Смоленске. Я долго думала, на самом деле, о чем вам сегодня рассказать. И первая очевидная мысль была о том, чтобы вдохновляюще рассказать о том, с какими трудностями мы сталкивались в США, как мы их все преодолевали, какие мы молодцы, в общем, никогда не сдавайтесь. Но я подумала, что об этом все слышали уже много-много раз. Но, тем не менее, есть некоторые другие вопросы, которые могли бы быть более интересными. И поскольку с момента нашего открытия активно идет обсуждение, что же мы в США делаем по-другому, что же мы делаем не так, как, возможно, все остальные, или не так, как наши конкуренты, поэтому сегодня я решила поговорить о том, как в Америке мы создаем ценность. Ценность, в первую очередь, для клиента, что мы делаем по-другому. И, конечно же, в завершении я расскажу о планах, потому что в Соктовкаре мы не только учились и веселились, но также проводили еще и несколько стратегических сессий, на которых думали о том, как же нам дальше жить со всем этим и куда нам, в какую сторону нам развиваться в Америке. Итак, сначала начну немножко с фактов. Первая пиццерия в США открылась 18 марта 2016 года. Команда из России была на открытии, в том числе и Федор тоже к нам приезжал. Стартанули мы очень хорошо, и уже в апреле, то есть это первый полноценный месяц работы у нас был, мы вышли на выручку почти 40 тысяч долларов. Скажу честно, что мы, в принципе, готовы, то есть команда у нас была, но все равно ожидали, что первый месяц пройдет немножко поскромнее. То есть под нашим первым бизнес-планом, который мы составляли еще почти год назад, в первый месяц у нас должно быть порядка 15 или 16 тысяч долларов. Ну, что-то, в общем, очень скромное. Но это не полный месяц работы. Ну, в общем, первый месяц полной работы у нас было 15 или 16 тысяч долларов. Что-то совсем скромное. Апрель-май у нас был очень хорош, мы веселились, радовались, а потом наступило лето. Вот, и летом произошло страшное событие, у нас уехали все студенты. Вот, поскольку Оксфорд это студенческий город, то, естественно, население у нас опустело, город у нас тоже, парковки все тоже опустили, людей нет. Вот, но тем не менее осталось какой-то процент местного населения, вот, который нас активно поддерживал. И уже в июне, поскольку я немножко дружу с франшизией из Доминос местного, то уже в июне у нас была выручка такая же, как у ресторана Доминос, который работает в Оксфорде 15 лет. Вот, конечно, мы были рады, но не настолько, чтобы не понимать, что это может быть какой-то просто краткосрочный результат, вызванный таким интересом к нам, вот, поэтому продолжаем активно работать и наращивать выручку, и активно ждем также футбольного сезона, поскольку Оксфорд это спортивный город, и он подчинен таким спортивным циклам, поэтому мы сейчас активно готовимся к сентябрю, когда вернутся студенты, когда начнутся игры футбольные, когда забьется 40-тысячный стадион. В общем, ко всем этим радостям жизни мы сейчас активно готовимся. Выручка это только один момент, кто следит за нашим фейсбуком, тот знает, что так получилось, что с момента открытия в Оксфорде город нас принял очень тепло, и сейчас у нас в фейсбуке более 170 отзывов, и со средней оценкой 4,9 из 5. На самом деле я рада, что она сейчас 4,9, потому что долгое время она была 5, и это смотрелось как-то совсем по-ботански, но тем не менее город нас тепло принял, людям нравится пицца, они постоянно отмечают, что ингредиенты очень свежие, очень хороший сервис, очень хорошее обслуживание, в общем, будем продолжать в том же духе. Но для меня самое главное, это не только выручка, и то, что на фейсбуке люди любят Додо пиццу, а, наверное, самый главный показатель, это, например, показатель июня, в июне у нас 78% повторных заказов, это то есть 78% всех новых клиентов, которые впервые разместили заказ на сайте Додо пицца в июне, разместили заказ хотя бы еще один раз в течение этого же месяца, то есть хотя бы один раз и более они разместили, то есть это говорит о том, что им нравится качество продукта, качество сервиса, и люди остаются с нами, именно поэтому сейчас в Оксфорде у нас нет вообще никаких купонов, нет никаких акций, нет листов, нет вообще ничего, и мы работаем сейчас над большой акцией, которую, я не знаю, делал ли вообще кто-нибудь когда-либо, мы будем запускать сайт с немножко провокационным названием Dodo Virgin, на котором каждый человек в Оксфорде, который ни разу не пробовал Додо пиццу, сможет оставить заявку и получит первую пиццу в своей жизни бесплатно, Додо пиццу, и дальше мы уже будем смотреть, останется он с нами, не останется, понравится ему или не понравится, но мы надеемся, что понравится, потому что процент повторных заказов высокий. УТП Холивар. Недавно в группе Dodo Business у нас разгорелся УТП Холивар. Во-первых, начну с того, кто знает, что такое УТП? УТП. Что такое УТП? Да, УТП, это совершенно верно. Да, Макс правильно подсказывает, это уникальное торговое предложение, то есть это то, грубо говоря, слово это используется постоянно неправильно в неправильных контекстах, но если коротко, то это то, что уникально может предложить продукт, либо компания клиентам. И вот в группе нашей менеджеров недавно разгорелась такая жаркая дискуссия на тему того, что же должно стать как раз-таки этим УТП Додо. И кто-то несколько раз упоминалось о том, что якобы в США УТП это отсутствие колл-центра, это значит, что у них 7 пицц, или там разные абсолютно версии выдвигались. Это все заставило меня задуматься над тем, что на самом деле мы никогда не рассматривали все вот эти детали нашей бизнес-модели, как там отсутствие колл-центра, или там то, что у нас один размер. Да, кто-то сказал вообще, предложил, что там Алена Тихова является там УТП США. Ну, конечно, это не так, никогда мы таким образом не думали о нашем УТП в Додо США. И я считаю, что вообще в принципе, когда было наше обсуждение, всплывало несколько раз, несколько раз такие вот идеи о том, что якобы вот пиццерию нужно продвигать там условно как там Тайт или Ариэль. То есть, что человек приходит, он должен четко вот прям из маркетинга, там из рекламы понять, что вот одна пиццерия лучше другой. Вот, или там, что, например, условно, как в фэшн-бизнесе, что вот создается какой-то имидж бренда, например, Victoria's Secret, да, создается какой-то имидж бренда, что вот носить трусы от Victoria's Secret – это круто, ты будешь там суперстар. Вот, потом мы эти трусы производим там в Стамбуле за 3 доллара и продаем за 25. И вот все счастливы, открылся там секрет бизнеса раскрыт. Но я считаю, что все это абсолютные глупости, и в общественном питании это абсолютно не работает. Почему? Во-первых, по двум причинам. Первая причина – это то, что в любом ресторане, вообще в любом заведении общественного питания каждый визит человека куда-либо в любое из этих заведений – это каждый раз уникальный опыт. То есть, вы можете каждый раз приходить в Walmart, будете видеть Тайт и Ариэль, они будут каждый раз выглядеть одинаково, это абсолютно одинаковые продукты, вы берете его, покупаете, сходя из рекламы, и все. Каждый поход человека в ресторан – это уникальный опыт. Сегодня его обслужили так, завтра он ждал на 30 минут дольше, потом ему дали холодную пиццу. То есть, каждый раз это что-то уникальное. И вот именно эти уникальные клиентские опыты каждый раз и формируют отношение к бренду. Поэтому встал вопрос. В Оксфорде в июле 2016 года зарегистрировано 186 ресторанов. Население Оксфорда – это вообще вопрос спорный, поскольку у нас студенты, но где-то между 35 и 38 тысячами человек – это население города Оксфорд. 186 ресторанов. По моим прикидкам, где-то в половине из них есть пицца. Ну, то есть, как бы очевидно, что рынок достаточно конкурентный. Плюс, естественно, есть все большие сети, там, Домес, Папа Джонс, Пицца Хат, которые, кстати, сейчас с рынка у нас в Оксфорде уходят. Но, тем не менее, все большие сетки у нас есть. Поэтому вопрос о том, что является УТП в США, он вставал неоднократно. И вот к чему мы пришли. Никакой магии, никаких там особых уникальных событий, отсутствия колл-центра. Я верю всего в две вещи, которые работают в ресторане. Первое – это обязательно продукт. И второе – это опыт человека в каждой конкретной нашей точке. Значит, расскажу подробнее о продукте. Есть распространенное заблуждение, что продукт – это рецепт. Что-то какая-то магическая смесь там муки, масла, пепперони, соуса, которая дает магический результат. Так вот я хочу с всей ответственностью заявить, что мы в США умеем и на начальных этапах даже преуспели в том, чтобы делать отвратительные пиццы по нашим рецептам. То есть по тем рецептам, которые мы используем сейчас. Вот Паша Коровников и Федор Овчинников, думаю, не дадут соврать, что на начальных этапах мы с успехом показывали отвратительные пиццы, которые можно делать по нашим прекрасным рецептам. То есть шло все неправильно. То есть делали неправильно тесто, неправильно делали пицца-соус, выкладывали перец вот такими, значит, кусищами, когда кто-то не проконтролировал. То есть все плохо шло, при этом рецепт был прекрасный, он в точности такой же, который сейчас люди вот видят и который они оценивают на Фейсбуке. Ничего не поменялось. Значит, на самом старте мы уже все поняли, что на основании одного только рецепта мы далеко не уедем. Поэтому мы перешли от этой утопической идеи про рецепт к идее того, что продукт – это результат постоянного, жесткого, ежедневного контроля. Расскажу некоторые только детали. Мы быстро поняли некоторые точки, которые нам необходимо контролировать, и которых зависит качество финального продукта. Это в первую очередь тесто. Тесто – это само приготовление теста. Также не менее важно, я хочу, кстати, обратить внимание, вот я была в нескольких пиццериях уже сейчас с ДОДА, и хочу обратить внимание партнеров и даже нашей рейскости на разогрев теста. Это очень-очень важно, именно не работать с холодным тестом. Мы поняли, что это основная точка контроля, и, например, сейчас тесто мы выносим по таймеру. То есть мы запрограммировали таймер таким образом, что в каждый определенный момент, в каждого часа он звонит, и менеджер вынужден пойти в холодильник и достать определенное количество лотков. И таким образом мы исключили вообще проблему того, что мы когда-либо работаем с холодным тестом. То есть у нас бывает, что у нас переизбыток теста нагретого, но ничего страшного, мы заносим в холодильник. Но с холодным тестом мы никогда не работаем, это является жесткой точкой контроля. Что касается также производства теста, то сих пор у нас ни один сотрудник, который неопытный или который не сделал там десятки замесов, не допускается к тому, чтобы делать тесто. Тесто делается по жестким контролям, с чек-листами. Мы также записали несколько видео на тему того, как нужно делать тесто. И вот эти две точки контроля у нас основные. Также мы долго решали проблему неправильной нарезки овощей. Приобрели несколько, заменили полностью оборудование. То есть сделали таким образом, что овощи нельзя нарезать неправильно. Они сейчас все одинаково у нас размера. Также, как вы знаете, мы смазываем бортик оливковым маслом перед тем, как ставим в печь. Тоже точка контроля наша основная, поскольку люди поначалу перебарщивали, наливали слишком много. В общем, продукт – это продукт постоянного контроля. И поскольку точек контроля не может быть много, то есть не может быть 25. Вот у нас 4 основные – это тесто, нагрев тесто, приготовление нагрев, масло и овощи. Поэтому мы выделили вот их 4. Именно поэтому важно также не усложнять процессы. То есть если вот эти 4, это еще как-то можно охватить сознанием. Если процесс постоянно усложнять, то просто будет больше точек контроля, и вы в какой-то момент определенной закопаетесь. То есть в Dodo США мы получаем хорошую пиццу не потому, что придумали классный рецепт, а потому что постоянно и маниакально все контролируем. Если с продуктом более-менее понятно, то хочу немножко поговорить о том, что же я понимаю под фразой «опыт человека в точке». Естественно, опыт человека в точке – это в первую очередь сервис. И тут будет, может быть, немножко парадоксальная фраза, но тем не менее я в нее верю всей душой о том, что сервис – это в первую очередь счастливые сотрудники. И как-то, по-моему, несколько месяцев назад я наткнулась на то, что в Фейсбуке человек, который не имеет к нам никакого отношения, написал следующую фразу на том, что он на 90% уверен, потому что Dodo Pizza в Оксфорде – это какой-то культ, либо религиозное вообще сообщество. На что он получил несколько комментариев. Вот человек следующий, у Джейс, он уже на 99% уверен, что это культ или какое-то религиозное сообщество. И вот наши сотрудники также регулярно пишут вот такие отзывы о том, что они счастливые, довольные. И вообще, если посмотреть на наших ребят, как я видела свою основную миссию в том, чтобы вот когда я открываю дверь в пиццерию и смотрю в первый раз на лица людей, которые там работают, чтобы они были счастливые и довольные, это сразу очень легко считывается. И сейчас я могу сказать, что ребята довольны и счастливы работать в нашей пиццерии. Немножко расскажу, как мы этого добиваемся. Я считаю, что счастье вообще человека, ну и счастье сотрудника – это большие цели плюс маленькие радости. То есть большая цель – это то, что маячит на горизонте, то, к чему мы идем. Например, вот сейчас про цели в ДОДО США я расскажу. Но каждый сотрудник у нас в пиццерии, будь то пиццемейкер, будь то менеджер с меда, да кто угодно, управляющий рестораном, каждый знает, к чему мы идем. То есть в Оксфорде, к чему мы идем, как компания в целом. И мы регулярно общаемся на эту тему, и регулярно человека это вдохновляет. Поэтому я считаю, что вот партнеры, например, которые сейчас имеют там одну пиццерию или которые имеют две пиццерии, важно иметь большую цель по развитию, по улучшению качества продукта, не только потому, что это то, к чему вы идете, но и потому, что это драйвит в первую очередь всю команду и драйвит в первую очередь вас. И даже если кто-то считает, что некоторым людям большие цели не важны, им важно прийти, сделать и уйти, я считаю, что это абсолютно неправда. Все люди по природе своей похожи, и всем нам нужны большие цели. Поэтому первый залог счастья – это большие цели. А что такое маленькие радости? Я тоже очень верю в концепцию того, что счастье – это в первую очередь какие-то простые вещи, ну, просто банальные вещи. И поездив по разным пиццериям, я поняла, ну, по разным пиццериям Дода, я поняла, что, возможно, в Америке мы чуть-чуть делаем по-другому. Я думаю, что маленькие радости – это вот все детали, из которых складывается день человека. То есть те, которые влияют на настроение, на то, с какой радостью он приходит в ресторан. Температура в ресторане, жарко ли там работать или не жарко. В многих пиццериях очень жарко. Кажется, что это не важно, но тем не менее, если ты целый день работаешь в жаре, 8-10 часов, я посмотрю, с каким счастьем ты будешь возвращаться на следующий день. Жара. Музыка на кухне. Многие игнорируют музыку на кухне. Я считаю, что это очень важно. Мы сменяем каждый день несколько радиостанций, чтобы людям было просто весело и драйвово работать. У нас есть доска в персональной комнате, где каждый человек может написать или нарисовать все, что он вообще думает о жизни, поделиться какими-то идеями. Иногда у нас там случаются забавные переписки. У нас есть чат общий, групповой, безумно смешной в Фейсбуке, в котором мы периодически обмениваемся какой-то, естественно, важной информацией, но также какими-то веселыми, забавными случаями, которые произошли за день. Также мы разрешаем ребятам рисовать какие-то забавные послания клиентам на коробках. То есть из всех вот этих вот маленьких деталей складывается то, что человек с радостью приходит на работу, и то, что он действительно наслаждается тем, что просто находится. Конечно, случаются тяжелые дни. Не говорю, что все там у нас радуга и пони, да, с самыми днями. Случаются тяжелые дни, но тем не менее, в целом я вижу, что ребята рады, счастливы. И, соответственно, я тоже счастлива по этому поводу. И поскольку мы выделяем всего две вещи, на которые бросаем наш основной фокус, это продукт и опыт человека в точке, то все остальное, что мы делаем, это маркетинг, вообще все остальное, что вот помимо не входит в эти два понятия, мы приняли простое правило. Мы не можем делать одновременно все, поэтому мы выделяем только самое главное, и то, что мы оставляем, мы делаем круто. То есть, если, например, у нас стоит задача сделать листовку, у нас есть выбор, сделать 25 плохих листовок, либо сделать одну, но крутую, с хорошим качеством, с хорошим качеством печати, с хорошим качеством дизайна, с хорошим качеством бумаги. И мы всегда руководимся таким принципом. Мы не можем сделать 25 круто, поэтому мы сделаем одну, но она будет супер классная. То есть, вот как бы в Америке мы всегда идем по такому пути. Также мы не можем делать 25 пиц круто, поэтому мы делаем 7, но они классные. То есть вот этим правилом мы, в принципе, всегда руководствуемся. Ну что, теперь перейдем от правил и залогов успеха к фактам и к планам. Итак, у нас в ходе стратегических сессий родилось направление, в котором мы будем двигаться в США. 2016 год цель у нас уже есть, ребята знают, команда знает. В 2016 году мы хотим стать лучшими пиццами, то есть доставками пиццы в Оксфорде. Как мы будем сравнивать? Мы будем брать выручку. В первую очередь, это выручка. Выручка доминос нам известна. Вот есть задача найти еще выручку папы Джонс, но я думаю, что мы там как-нибудь через засланных казачков как-нибудь узнаем все-таки выручку папы Джонса. Также мы будем смотреть на количество заказов. И третий показатель будет отзывы клиентов. То есть если мы, например, вырастим в два раза по выручке, но просядем, например, в два раза по отзывам клиентам, то это не считается. То есть нам нужно держать такой же уровень сервиса, такой же уровень продукта и при этом побить всех по выручке. Я думаю, что мы легко побьем доминос после футбольного сезона, а с папой Джонс еще придется пободаться, потому что они слегка доминируют стадион. Ну посмотрим, битва будет интересная и в конце 2016 года в декабре подведем итоги, смогли, не смогли. В 2017 год мы долго думали, что нам придумать. То есть поставить какую-то реалистичную цель или поставить цель такую на стыке между реалистичностью и амбициозностью. То есть, естественно, пошли сразу в амбициозную цель. В 2017 году мы хотим открыть в США три новых пиццерии и производственный распределительный центр. Сразу говорю, что производственный распределительный центр будет у нас такой, ну не полноценного, гигантского масштаба, как делает доминос. Мы откроем маленький распределительный центр, чтобы он обслуживал где-то там до 15 пиццерий. И в пределах 60-80 миль от него мы откроем три новых пиццерии. Предстоит веселый год, предстоит увеличить, я не знаю, в несколько раз команду, найти инвестиции, также определиться, где мы будем, в каких форматах открывать точки, будем ли мы менять и адаптировать бизнес-модель дальше под эти рынки. Будем ли мы открываться в формате delivery, carry out, то есть доставка или самовысь. Либо мы будем открываться с полноценным рестораном, может быть, с маленьким рестораном. Но обо всем об этом мы узнаем. Но главное, что мы идем к своей большой, десятилетней цели, постепенно, маленькими шагами, стать, войти в топ-5 сетей, пицца-сетей в США в 2026 году. Вчера мы ездили в ВИП и с ребятами сделали ставки, с ребятами из моей команды сделали ставки на то, сколько же точек мы сможем открыть в 2026 году. Все задокументировано, поэтому результаты нашего спора мы еще узнаем не скоро, но тем не менее мы постепенно к этому идем. Еще раз спасибо, ну и пожелайте нам удачи в Америке. Спасибо.